Субтитры сделал DimaTorzok Например, как ты? Естественно, например, такой, как я. Я сегодня с удовольствием тебе помогу. Нет, Михаил, я согласна. Все-таки ты молодой, в трендах разбираешься. Пойдем в шармстор и подберем мне классные луки. Конечно. Пошли. Юля, здравствуйте. Я не знакома с брендом. Расскажите подробнее о философии, об истории. Шармстор – это российский бренд с производством в России, в Ростове-на-Дону. Как видите, одной из главных фишек бренда являются яркие цвета. Настроение, честно говоря, сразу поднимает. Это верно. Чувствуется нежность какая-то. Да. Прям розовая. Согласна, есть такое. Также, конечно, бренд делает упор на качество и универсальность вещей. То есть, придя в один магазин, вы можете собрать полноценную капсулу на любой случай. Да, я понимаю, что помогают капсулу собирать стилисты профессионально. Да, разумеется, да. В этом тоже преимущество магазина. Фишка магазина – это уникальный рисунок. Есть, да. Есть такой логотип-паттерн, специально разработанный, брендированный принт, запатентованный, который представлен на джемпирах. Вот вы можете потом с ними познакомиться. И кардиканах. Как часто обновляется коллекция? Вот это еще одна фишка бренда. Шармстор – это про фаст фэшн, то есть про быструю моду. И в магазине обновление буквально каждую неделю. То есть, как только тренд появляется, он отображается в коллекции. Да, да, да. Ну, и давайте посмотрим, что вы для меня приготовили. С удовольствием. Мне очень нравится. Слушай, ну, по-моему, вообще прелестно. Ты в обмороке. Я уже лежу так практически. Больше всего мне нравится, как это сочетается с твоими огненной рыжими волосами. Да, мне тоже очень освежает. Такая база, да. Итак, это палаццо. Это костюм с брюками палаццо. Да, кстати, многие девчонки их побаиваются, потому что считают их слишком широкими. Но я советую не бояться, примерять, потому что за счет высокой талии они, наоборот, делают ваши ноги просто бесконечными. Мне такое подходит. Как это называется? Дерзкий топ. Дерзкий топ с симметричным вырезом, да. И что я хочу отметить, очень приятная ткань. Она такая прям мягкая и мне очень уютно. В чем пойти на работу? Может, вы тоже можете что-то подобрать? Конечно, у нас есть варианты, если не очень строгий. Я бы тогда предложила вот такой вариант с шортами. Укороченный жакет с коротким рукавом, вам не будет жарко. И шорты городские, классические. Слушай, интересно. На высокой талии, да. Это, ну, разумеется, если позволяет дресс-код. Также есть вот в таком потрясающем розовом цвете. Слушай, шикарно. Если бы я видел девушек в офисе именно в такой одежде, то это бы чаще на работу. Согласна. Я с каждым образом все больше и больше влюбляюсь в этот бренд. Насколько тебе комфортно вообще? Мне невероятно комфортно. Оно такое летящее, легкое. Я чувствую себя воздушной зефиркой. Да, это действительно отличный вариант и для лета, потому что ткань, правда, очень струящаяся, легкая. И, кстати, это прекрасный вариант для какого-то мероприятия, например, для похода на свадьбу, на ужин, для выпускного. Для выпускного. Оно такое, с одной стороны, и простое, и нарядное. Да, да, но не чрезмерное. Кстати, есть платье представлено еще вот в таких цветах. Барби, уже знакомый вам. Барби, да, наш любимый цвет. И лаванда. Лаванда очень красивый. Есть также вот такие варианты с коротким рукавом. Интересно. Миша, какой тебе больше всего нравится цвет? Какой мне? Я вообще люблю черный, здесь его нет, поэтому я не знаю, как это выглядит с вот таким рукавом. Если говорить о длинном рукаве, то тебе подходит именно вот это. Да, спасибо. Именно с волосами, которые шикарны. Я бы еще посмотрел на белый цвет с таким рукавом. Белый супер универсален. А в белом платье можно отправиться даже на регистрацию брака в ЗАГС. Так что, невесты, присмотрите. Да, если вы хотите не слишком нарядное платье, у нас очень много вариантов. Шикарно. Здорово. И я готова к третьему выходу? Да, это будет очень яркий вопрос. А я готова к третьему выходу. Здесь я вижу такие более яркие цвета, в которых мы, например, на море куда-то можем отправиться. Это лесная капсула, да. Вы совершенно правы. Здесь представлен у нас хлопок, леон. Вот, например, вот такие костюмы яркие с хлопка. Можно надеть какие-то сандалии или мюли с соломиной и отправиться на пляж. А девушке это, наверное, как что-то такое оверсайз? Это рубашка оверсайз, да. Можно ее расстегнуть и внутренне надеть короткий топ и вот так вот носить. Вау! Ну это что-то невероятное. Екатерина, это что-то невероятное. Вот говорят, классика это белый и черный. Для рыжих это точно зеленый цвет. Нет, оранжевый, зеленый, это классика жанра. Очень комфортный и такой необычный. Это костюмы, знаешь, лимитированной коллекции Resort. Мне очень нравится, по ее вниманию. Мне хочется потрогать. Это хлопковое шитье, да. Это стопроцентный хлопок, поэтому в нем будет невероятно комфортно летом. Да, это такой летний вариант для отпуска, для жары. Да, но в принципе это можно носить и в городе, просто поменяв аксессуары. Сюда бы еще такую плетеную сумку, да. Будет классно. Шляпу, да. Давай вспомним, что у нас было. Белый костюм. Белый костюм, платье. Белый костюм, платье. Совершенно потрясающие, широкие штаны у тебя были. Да, палаццо. Платье тоже такое нежное. Романтическое нежное платье. Ну давай. И как вот этот костюм получается. Костюм. Значит, первое место это платье. Да, да, мне нравится платье. Второе. Второе, я бы выделил вот этот костюм. Он довольно интересный. Получается, а костюм тебе строго не очень нравится? Ну нет, тоже нравится. Тоже нравится. А вот я бы поставила его на первое место. Я тоже. Я просто влюбилась в это. Он очень классный. Спасибо большое, Михаил, что познакомил меня с брендом. Юля, спасибо вам за классные образы. Миша, я такая счастливая. Спасибо тебе, правда, большое. Просто неподдельный интерес к выбору нарядов женских. За то, что ты помогал, за то, что ты оплатил покупки впервые вообще. В программе «Премерка ТВ Миша» только с тобой будет снимать Михаил Заяц, Екатерина Федорова. И можно я еще тут посмотрю, ладно? Конечно, беги. Конечно. Спасибо. Алло, Андрюх, слушай, займи косарь, пожалуйста, до завтра. Да, я отдам. Давай, спасибо. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok